В детском саду номер 31 большое внимание уделяют экологическому воспитанию и формированию бережного отношения к природе у своих воспитанников. Детям говорят о том, как важно беречь наш мир и защищать его. И праздник, который провели в саду сотрудники 4-го филиала детской библиотеки во Всемирный день окружающей среды, помог закрепить те знания, которые ребята получали в течение учебного года. Очень важно научить детей не только знать правила поведения в природе, но и исследовать им. А поскольку дети воспринимают мир эмоционально, нужно подобрать такие методы приема, которые позволят им освоить этот раздел программы полностью. Это игровые методы в основном. Мы используем экологические игры. С помощью игр, чтения стихов, рисунков на асфальте библиотекари объяснили детям сложные экологические вопросы. Большое внимание ведущие праздники уделили теме раздельного сбора мусора. Хотя для нашего города это пока не так актуально, все же сотрудники библиотеки считают, что поднимать такие вопросы с детьми нужно уже сейчас. Это то, что окружает их, то, с чем они сталкиваются каждый день. И мы будем рады, если дети, придя из садика, расскажут о чем-то своим родителям. Потому что на самом деле дети зачастую учат взрослых ничуть не хуже, чем взрослые учат их. Дети с энтузиазмом включились в процесс. Отвечали на вопросы, рассуждали о том, из-за чего на нашей планете так много мусора и что с ним нужно делать, пели песни. Благодаря экологическому празднику Артем Полякашин узнал для себя много нового. В том числе он понял, почему нельзя убивать жуков, бросать на улицы обертки и не только. Я сегодня узнал, что шарики нельзя отпускать в небо, потому что они сдуваются и падают на землю. В планах у сотрудников библиотеки провести подобные экологические праздники в других детских садах нашего города. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.